Здравствуйте! Первые встречи еще на прошлой неделе 2 и 3 февраля Глеб Щегельский, Данья Испаева и Артур Платонов провели со студентами и преподавателями университета имени Жубанова и Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова. Народные избранники обсудили все стадии модернизации страны и государственного управления. В ходе выступления мажорисмены отметили огромные успехи, которых добилась республика за годы независимости и акцентировали внимание на поступательном развитии в сфере экономических и социальных реформ, а также связанного с ними роста благосостояния граждан. Усиление парламентских полномочий. Теперь в случае выборов депутатов мажориса перед ними слагает полномочия правительства и мажорис парламента будет самостоятельно утверждать премьер-министра и министров несилового направления. Соответственно появляются функции мажориса это и освобождение любого министра и высказывание вот ему недоверия всему правительству. Как отметил в своем обращении к будущим медикам известный телеведущий, а теперь и мажорисмен Артур Платонов в начале 90-х в наших клиниках даже речь не заходила о закупке нового оборудования. Не хватало даже одноразовых шприцов. Они завозились как гуманитарная помощь. О катастрофических условиях работы и жизни медиков в период обретения независимости Казахстаном нынешние студенты могут услышать разве что из рассказов современников лихих 90-х. 25 лет назад мы ведь не могли даже закупить в должном объеме одноразовые шприцы. Это было дефицитом, нам их поставляли практически как гуманитарную помощь. Не было медицинских масок. И когда заходили в кабинет к врачу, был такой маленький огрызочек хозяйственного мыла. Наверное, молодые сейчас вообще не знают, что это такое. Именно огрызочек коричневый, маленький, но и он был не во всех кабинетах. И вот сейчас огромный светлый зал, огромные территории, огромные вложения, о которых много лет назад государство не могло даже мечтать. 3 февраля столичные гости в сопровождении заместителя Акима области Аскара Шириазданова встретились с коллективом АО «СНПС» Актубе Мунайгаз. Цель – разъяснение основных моментов послания президента Нурсултана Назарбаева. Самый главный вопрос для обсуждения – это обращение лидера нации к народу и послание лидера нации к народу Казахстана. Обращение касается конституционных реформ, перераспределения полномочий власти, где президент перераспределяет порядка 40 своих полномочий в пользу мажориста парламента Республики Казахстан и правительства парламента Республики Казахстан. Теперь и правительство под отчет на парламент, и министры несилового блока. Глеб Щегельский отметил, что в послании народу Казахстана большое внимание уделено развитию зеленой экономики, геологоразведки, поддержке экспортных предприятий и разработке нового кодекса о недрах, что наиболее близко участникам встречи. А накануне мажористмены встретились с коллективом АО «ТНК Казхром». Ускоренная технологическая модернизация экономики – один из первых приоритетов третьей модернизации. Задачу реализации, которую поставил в своем послании народу этого года президент страны Нурсултан Назарбаев. По мнению депутатов мажориста парламента, посетивших АО «ТНК Казхром», четвертый цех октябинского завода феросплавов, и есть яркое свидетельство того, что в стране в этом направлении уже делаются правильные шаги. Работать на заводе феросплава в 90-м году плавильщиком сам. На выпуске первом цеху, на выпуске феросиликохрома. То есть знаю, какой тяжелый труд у настоящих металлургов, настоящих плавильщиков. 300 тысяч тонн феросплавов в год выпускает АЗФ наряду со старым заводом. Здесь имеется и новый, не имеющий аналогов в мире. По словам депутата Дании Яспаевой, в чем-то завод феросплавов даже опередил послание. В рамках послания президента третьей модернизации, это как раз таки то предприятие, которое отвечает тому заданию, которое дал президент страны. Я считаю, что на территории Казахстана существующие предприятия должны переходить на новые технологии. Это пример того. АЗФ сегодня опережает наше послание, наше время. Это очень хорошо, что это именно в Активинске происходит. С обращением главы государства о перераспределении полномочий власти и его посланием народу работники АО «ТНК Казхром» успели ознакомиться. И каждый отметил для себя самое важное. Я для себя отметил в послании такой пункт, как повышение пенсии и пособий. Так как мама у меня предпенсионного возраста, социальная поддержка очень важна. Читал в газетах, часть полномочий он передает и правительству, парламенту, часть у себя оставляет. Ну, видимо, чувствую, что время подошло, по-новому надо руководить. Ну, думаю, что, наверное, правильно. Сейчас это остро чувствуется, вот этот по молодежи, особенно вот раньше в советское время в ГПТУ готовили вот этих вот молодых специалистов, приходили классные специалисты, вот эти вот сварщики, электрики. Ну, сейчас это острая необходимость, поэтому острая необходимость, сейчас именно вот надо это развивать. В этом году послание президента, мое внимание, пало на вот жилищную программу Нурлужир. То есть это большой шанс для молодых семей. Там сказано, что в течение 15 лет более полутора миллионов семей молодых получат свои квартиры. Как в начале своего выступления, шутя отметил народный избранник Артур Платонов, приятно иметь дело с заводчанами-тружениками, потому что те не боятся говорить, как есть, прямо и честно, в отличие от политиков, которые вынуждены говорить так, как надо. Послание главы государства всегда обращено к каждому конкретному человеку и призвано решить проблемы каждого конкретного человека. Это не абстрактный документ, это документ, в котором пошагово расписан новый этап в экономическом, не только в экономическом развитии государства, новое качество жизни, новый уровень жизни, в стремлении к тому, чтобы мы попали в тридцатку самых развитых стран мира. Для этого каждый из нас должен иметь уровень доходов, уровень жизни, уровень благосостояния, уровень образования, уровень качества здравоохранения аналогичный к качеству и образованию тех, уровню тех граждан, которые уже находятся в тридцатах. В данное время казахстанские мажоресмены продолжают разъяснительную работу с населением областей. Ведь главная цель такой деятельности – это понимание стратегических планов государства. А там, где есть понимание, будет и должная реализация. Это была рубрика «Подробности» и я, ее ведущий Антон Пережогин. До встречи!